Уже больше двух недель перевалка угля в столичном порту проходит на левом берегу Даугавы, на новом терминале, дальше от центра. Жители правой бережья дышать угольной пылью больше не будут. Но вот чем теперь дышат жители по соседству с новым терминалом? В интернете уже появились вот такие фотографии. И очевидно, что даже специальный забор угольной пыли не преграда. Евгения Копылова продолжит. 150 миллионов евро. Перевалка угля наконец производится дальше от центра города на острове Креву. Несколько месяцев назад терминал заработал на полную мощность, чтобы угольная пыль не разлеталась по округе, из-за чего раньше страдали жители правобережья Даугавы. Терминал обнесли специальным забором. Однако недавно в социальных сетях появились вот такие фотографии. Похоже, 23-метровый забор от угольной пыли не спасает. Но, по словам профессора Элу Иветы Штейнберге, забор нужен. При любых ветрах забор будет уменьшить скорость ветра. И если скорость ветра упадает ниже 5-4 метра в секунду, тогда взбалтывание пыли вообще невозможно. Отметим, профессор Штейнберга была одной из тех, кто работал над проектом этого самого забора. Расчеты она проводила около двух лет. И, говорит, пыль, действительно опасную для здоровья, в воздухе даже не видно. Если размер пыли меньше 10 микронов, только тогда она влияет на здоровье жителей. И мы обычно смотрим на эти большие черные облака, но они не так плохи. 10 микроновая пыль — это раз, 2-3 меньше, чем диаметр волосов. По словам профессора, подобные черные тучи поднимаются лишь при сильном ветре, начиная от 10 метров в секунду. И обычно оседают недалеко от терминала. И, кстати, согласно нормативам, такие тучи могут держаться на протяжении 35 суток. Однако эти фотографии уже попали в распоряжение госслужбы среды, где тут же провели проверку. Госслужба среды провела проверки на правом и левом берегу Даугавы, а также у самих терминалов. На месте эта информация не подтвердилась. Чтобы уменьшить эмиссию пыли, на терминале производилось увлажнение, угля и другие работы. Представители порта также объяснили ситуацию на фотографии. Это было метеорологическое влияние. Когда предприятие констатировало этот факт, работы остановили. Но мы всё равно просим жителей сообщать о таких случаях нам, чтобы мы могли быстрее реагировать. Сейчас скорость ветра примерно 4-5 метров в секунду. И действительно, никаких чёрных туч нет. При этом работа в порту идёт. Местные жители говорят, что пока что от угольной пыли не страдают. К тому же жители Балдырая уже давно живут по соседству с другими заводами. И они ещё ближе, чем порт. Пыль с комбината идёт. Открываешь окно и весь подоконник чёрный. Порт, думаю, мешать не будет. Он далековато. А вот фейнерес мешает очень сильно. От него неприятный запах. Здесь дорога, вот эта вот, лесопилка, видите, там вот опилки везде. Поэтому и опилки, и всё-всё-всё летит. То есть это абсолютно, не знаю, сейчас незаметно. В государственной службе среды также сообщили, что около порта установили оборудование для мониторинга. И пока нарушений зафиксировано не было. Евгения Копылова, Марис Юргенсенс, Латвийское телевидение.